Татьяна Стаценко не гость курорта, а местный житель. Но и для нее важно, на каком пляже провести летние часы у моря. Выбрала ривьерскую зону отдыха. Нас в принципе все устраивает. Море, качели, тенечек есть, души, переодевалки. Все хорошо, нас все устраивает. У нас ребенок любит на этот пляж ходить. Отдыхающих пока мало, но арендаторы пляжа готовятся к наплыву курортников. Установили теневые навесы, заработал медпункт, на прибрежной полосе начали работать спасатели. Скультера будут работать только под приемом для этого места. Это обязательно натянутые поплывки. Никуда они больше заплывать не будут. Уплывают метров 500 от берега и весь прокат там. За этим обязательно следим. То же самое с катамаранами. Будут отдельно катамараны стоять, водные велосипеды. Тоже ограждено все. Отдельно также будет огражден пляж для купания детей. Также руководители здравниц, в чьем ведомстве находятся пляжные территории, пообещали на заседании антитеррористической комиссии обустроить их. Глава города накануне инспектировал места отдыха и был возмущен халатностью многих директоров. Ведь до официального открытия курортного сезона три дня. Мы будем требовать одно. Выполнять правила благоустройства. Мы будем требовать выполнять законные требования санитарные. Арендаторы пляжных территорий должны отвечать не только за закрепленные пляжи, но и за подходы к ним. Я еще раз повторю. На подходах не должно быть несанкционированной торговли, захламление путей доступа. Это в межсезонье. В Сочи едут в основном, чтобы подлечиться. Летом для гостей самое главное – море, пляж, солнце. Но и на берегу курортники должны чувствовать свою защищенность. В Сочи, как известно, работает система «Безопасный город». В ее рамках установлено свыше полутора тысяч видеокамер. Только на морском побережье их 135. В результате чего за счет видеонаблюдения в прошлом году выявлено около 29 тысяч случаев правонарушений. За первый квартал этого года около 10 тысяч. Операторы ситуационного центра всю информацию передают в муниципалитет и правоохранительные органы. Отдельно на заседании АТК акцент Анатолий Пахомов сделал на организации экстремального туризма. Мы очень хотим, чтобы у нас был джипинг. Мы очень хотим, чтобы у нас были походы через горные маршруты, сплавы, джипинг, эксплуатация развлекательных. Все это мы хотим. Но только мы хотим, чтобы это все было организовано безопасно. И до этого необходимо выполнить только мероприятия безопасности. Поэтому дилетанты таких услуг, эти услуги оказывать не должны. На это лето на 95% забронирован номерной фонд. Идет бронирование уже на октябрь и ноябрь. А значит интерес к курортному Сочи лишь возрастает. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.